Ребята, привет! Автомобилем владею с декабря 2013 года. Автомобиль куплен нами новый с салона. По цене сейчас не помню. Кузов универсал, автомат, комплектация люкс, декабрь 2013 года. Пробег 65 тысяч километров. Давайте расскажу, что с ним было. Посмотрим, есть ли коррозия. Ну, какие-то минусы, плюсы. То, что вспомню. Так как этот автомобиль мы продали, и сегодня я немножко в нем прибрался, и будем его отдавать. К двигателю. Приора мотор. 1.6, 16-ти клапанной. Минус этого мотора, то, что поршня втыковая. То есть, если ремень гнется, извиняюсь, если ремень рвется, тогда клапана, ну, короче, с движком начинаются проблемы. По-моему, с 2014 или с 2015 года стали поршня ставить уже без втыковые. По мотору вопросов, ребята, никаких, ничего не было. 65 тысяч пробега. Масло меняю. Примерно 9 тысяч километров. Меняю масло. Меняю воздушные фильтры. И за 6,5 лет, в том году, поменял аккумулятор. То есть, он стал держать плохо. По кондиционеру тоже вопросов не было. Вот по этой трубке изначально, в первый год, была микротрещина. Мне заменили по гарантии. То есть, в гарантийный срок все, что можно было. Можно было только, в принципе, мы и трубку эту заменили. Больше ничего. Каких-либо проблем двигатель нам не предоставил. Дальше что? Давайте по краске. Смотрите. На автомобиле ездила и ездит супруга. Автомобиль был обработан мавилем изначально. Днище. Ну, как обычно мы делаем. И на основе парафиновой основы он отталкивает воду. И вот, сами посмотрите, что ржавчины нигде нет. Вот, посмотрите. По лакокрасочному, в принципе, тоже никаких сложностей нет. Давайте вот здесь я на это отойду. Вот, смотрите, передняя дверь. Автомобиль не крашеный. Вот, посмотрите, снизу на ту мер. Тоже ничего из ржавчины нет. И здесь тоже нет. Колеса еще стоят родные. То есть, 65 тысяч, но протекторы еще есть. Есть земляком комплект, есть летний комплект. По резине и по дискам тоже вопросов никаких нет. Установлены были сразу подкрылки. Вот, смотрите. Тоже ржавчины. Я не наблюдаю. Где передняя дверь? Тоже все идеально, ребята. Никакой ржавчины. Ничего нету. Все было обработано изначально мавилем. Пороги. Вот это что такое, не пойму. Посмотреть надо. Ну вот, если даже это скол, но он белый. Типа там, грунтовки подкрасить надо. По салону. Ну, здесь стояли меховые накидки у супруги. В принципе, сидушки нормальные. По салону. Смотрите. Это комплектация, датчик дождя, датчик света. Идет. Мультимедия. Как ни странно, сейчас в люксах такой мультимедиа не идут. То есть, вот сейчас Грантул, который мы приобрели, уже такого нет. Вот. Две подушки безопасности. Все. Автомат. В 50 тысяч поменял масло. Работает безупречно. Так, давайте вам пробег покажу. Пробег. Ну вот, 65 тысяч. Чек не горит. Все нормально. Сейчас заведем. Вот парковочка. Автомобиль работает идеально. Всего лишь меняли масло. Вовремя. В принципе, больше ничего. За весь период заменен был подшипник. На левой ступице заднего колеса. Ну, он рассыпался. Колесо болталось. И шаровое. Ну, это где-то, не знаю, в тысяч пять. Может, здесь. Не помню. Помню, что шаровое менял. Все. За 65 тысяч проблем автомобиль никаких нам не предоставлял. Только радовал. Вот. Без, как говорится, душой не кривлю. Автомобиль нас радовал. Теплый. Очень удобный. Плавный. На автомате, как говорится, горцевать и не хочется. В этой комплектации, еще забыл вам сказать, идет подогрев лобового стекла. Ну, вот если видно, такая мелкая проволочка. Подогрев лобового стекла. То есть, вот эта кнопка. Подогрев лобового стекла. В зимний период вещь обалденная. Нажал, пока машина греется. И снег поплыл. Дворниками смахнул. И все. Кондиционер. Здесь тоже работал и работает отлично. За 6,5 лет дополняли фреон всего один раз. Купили этот автомобиль. Расход на автомате. У него был 12 литров. Машину мы не прошивали. Сейчас расход 10,7 литров. Вот я вам показал. Так он и есть. Автомат меньше не будет. По трассе, да. В среднем даже 11. Ну, короче, как не его жрет. Так что, когда берете автомат, знайте, что на автомате расход приличный. Никому не верьте, что маленький расход. Ребята, делайте антикор сразу по роге. Потому что минус через 2-3 года начинает краска отлетать. Песка струй идет, и краска отлетает. Во многих такси даже видно, что здесь вот пороги все просто краска съедает. Или подкрылочки, или брызгевички побольше ставить. Короче, антикором стал обрабатывать каждый год. И у меня проблем с этим нет. Все живое, все нормальное. А заднему ряду тоже давайте обратим внимание, что здесь тоже никакой ржавчины нет. Все, все чистенько. Вот. Здесь все нормально. Смотрите, двери снизу тоже ржавчины нет. Напомню, что автомобилю 6,5 лет. Сидушки, вот родные. Все, как говорится, налицо. Багажное отделение. Багажное отделение в универсале очень удобное. Крышку убираешь, сиденья раскладываешь. Какую-то положить коляску. В принципе, места много. Здесь у меня еще лежит родная запаска. Как ни странно, запаска литье шла. Представляете, не железка, а шла литье. Недавно был в сервизе. Говорю, вот литье у меня не может быть, чтобы литье. То есть, резина вся та же стоит, что и по кругу. Вот что у меня изоляция лежит. Говорю, что автомобиль очень и очень тихий, комфортный. Замки здесь еще такие стоят. Ну, по-моему, сейчас вот такие же и ставят. Открывается с кнопки с салона. Здесь, смотрите, все чисто, видите. Ржавчины нету. Нету ржавчины нигде. Все чистенько. Парктроники стояли с завода. Так, что еще у нас? Здесь бак 50 литров. Да, вот, смотрите, сколы. Ну, камушки летят. Вот они есть. Надо обработать и подмазать. Но это камушки, когда летят, естественно, будет. Здесь по задней двери тоже все чистенько. Вот есть камушек. Вот. Пороги. Здесь тоже все живые. В салоне все более-менее чистенько. Здесь все обработано антикором. Петли изначально все обработано. Двери закрываются. Вот, послушайте. Задняя. Так, ну, что еще по этому автомобилю? Лобовое стекло тоже заводское, цельное. Здесь глонасс еще не шел. Вот камушек есть, как говорится. Ну, вот и все. Но автомобиль хороший, по рынку найти большая проблема. Поэтому, когда на Авито я автомобиль выставил, и выставил я цену там даже завышенную. Описал все минусы, все плюсы, пробег. Все описал. Люди звонили. Хотели приехать забрать. Но, так как мы решили автомобиль отдать родственникам, поэтому мы объявление сняли. Но люди все равно звонили и предлагали этот автомобиль забрать. Ну, а зачем, как говорится, хороший автомобиль отдавать. Тем более, пробег там 65 тысяч. Масло везде замененное. Как говорится, бери, езди. Вот. Заехал специально. У меня стояли светодиодные лампы. Заехал в сервис. Все это поубирал. Потому что пожилым людям лишние проблемы, гори и прочие не нужны. Поэтому все заменил, подготовил, чтобы они ездили. Тормозные колодки, задние, передние, тоже заменил. Вот. Амортизаторы все родные стоят. Все работает. И заменил антифриз. Вот буквально тысячу назад, когда уже решили его продавать, антифриз тот убрал и залил свежий. Так что пишите, ребята, комментарии. По обзору Калина 2. Это, да, Калина 2. Вот. Автомобиль нас за 6,5 лет только радовал. Минусов никаких нет. Ну, никаких. Две поломки. Говорю, подшипник и шаровая. И все. Ремень ГРМ менял. По-моему, в 50 тысяч. Что-то заезжал. Говорю, давайте поменяем. Ну, и все сразу заменили. Вот. Ремень ГРМ, помпу. Ну, как это в комплекте все меняется. Ну, и, как и сказал, единственный минус, что поршня втыковые. То есть ремень рвется, клапана загинает. А в новых машинах сейчас такого уже нет. Что автовазу большой-большой рэкспект. Да, смотрите. Вот. Еще немножко покажу. Вот здесь вот. Вот эта вот блестючка проотлетала. Ну, я считаю, что это не критично, да. Бампер тоже стоит родной. Вот. Тут вот что-то немножко как-то вот оно отбивается камушек. Фары тоже родные стоят. Все стоит родное. Здесь тоже, вот смотрите. Ну, автомобилю почти 7 лет. Рулевая рейка. Все стоит родное. Все стоит от завода. Да, Пушок? Вот он наш Пушок. Жарко, ребята. У нас уже недели две 40 градусов держится. Днем вообще почти невозможно дышать. Бассейн. Даже два дня назад топил баню. Парился. Пил ромашковый чай и в бассейн. Конечно, после парилки выходишь, эти 40 градусов, кажется, ерунда. Ладно, ребята, рад, что был полезен. Информации, кому полезен. Ищите хорошие автомобили. Покупайте хорошие автомобили. Самое главное, знаете, как купить у знакомого. Например, сосед у тебя ездит на машине. Ты эту машину видел, как она ездит. Вот такую машину брать можно. На рынке, блин, ну на рынке покупать машину. Сейчас берут за 20 тысяч машину, там, моют, там, я не знаю, что с ними делают. И продают за 50. Выезжаешь там, то одна проблема, то другая. У перекопов покупать опасно. Но, в принципе, можно. Поэтому лучше на Авито или где-то в каких-то объявлениях, у кого, в каких городах живет, не спешите покупать, подождать, поискать. И обязательно найдете себе хороший автомобиль. Все. Пока-пока всем. Пишите комментарии. Жду, ребята, от вас комментарии. Ну и, конечно, лайки или дизлайки решать вам. Давайте. Пока-пока, ребята.